Митрополит одесский и измаильский Агафангел посетил Свято-Ильинский мужской монастырь. Архипастер совершил литургию в сослужении наместника монастыря архиепископа Виктора, а также викариев епархии архиепископов Аркадия и Деодора. Говорящие боги. Именно так дословно переводится слово «пророк», которым мы именуем одну из самых известных личностей в Ветхом Завете, который, по словам Священного Писания, взят живым на небо в огненной колеснице, впоследствии станет предтечей второго пришествия Христа, и тогда будет убит за его проповедь. Его имя, которым по преданию он сам себя называл, когда боролся жрецами культа Ваала, толкуется как «Яхве, мой Бог, пророк Илья». В престольный праздник Свято-Ильинской обители в Одессе торжественное богослушение возглавил правящий архиерей Одесской епархии митрополит Агафангел. Он беседует на Фаворской горе с Пасителем о будущей судьбах мира. Он, Господь Побог, являет ему открытым, что он будет участвовать в втором пришествии Христовым. Он взят на огненной колеснице за силу веры, за чистое житие, за правду. Он не прошел те адские пределы, которые проходили все, кроме праведного еноха, и вознесся на небо, где и пребывает он до настоящей времени. В первую очередь борьба святого пророка Ильи ввелась с искусителями богом избранного народа, царем Ахавом и его женой Язавель, которые являлись идолопоклонниками культа Ваала. Самый яркий случай его борьбы произошел в тот момент, когда Бог в наказании за упорство царя выдал опоклонствие, посылает на страну зной. Три года не было с неба ни дождя, ни росы. Засуха прекратилась только по посрамившей жрецов Ваала молитве Ильи. Пророк Божий созывает на горе кормил представителя 12 колен Израилевых, возжигает жертвенник для того, чтобы явить силу веры того народа, который остался верен Богу. И Господь принимает жертву пророка Ильи, и он являет великую силу. И дождь пошел, который три года и шесть месяцев не был на земле. Стоит обратить внимание на то, что мы, как и святой, должны бороться с идолами, которых в нашем веке не менее, чем в Ветхом Завете. Если человек думает, что в 21 веке мы насовсем избавились от тех предрассудков, которыми были одержимы наши предки, то он глубоко ошибается. Ведь каждая вещь нашей жизни, над которой мы трепещем и от которой зависим, становится нашим идолом. А это гаджеты и социальные сети, телевизоры, интернет, имущество и деньги, бытовое благополучие, карьера и власть, красота, комфорт и удовольствие. Много всего, о чем наши постоянные мысли. И даже люди, которые из такой же плоти и крови, как мы, становятся идолами, которым устанавливаются культы. И в те моменты, когда мы ощущаем эту тягость, надо читать Священное Писание, чтобы вспомнить, для чего мы живем.